МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Госкино Украины запретило к показу фильм «Восемь первых свиданий» из-за участия в нем российской актрисы Елены Варнавы, которая выступала в оккупированном Крыму. Фильм вышел в 2012 году, но запретить его решили только сейчас. Кроме Варнавы, одну из главных ролей сыграл тогда еще комик, а ныне президент Украины Владимир Зеленский. С вами студия Игорь Винявский. Здравствуйте. На Донбассе опять стреляют. Что будет делать Зеленский? Общий контекст геополитический и дипломатический в Европе таков, что нарратив меняется и меняется не в пользу Украины. Россия должна акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Платить, скорее всего, не будут. Парижский перформанс Павленского. Во Франции при всем разнообразии политических взглядов считается, что личная жизнь это отдельно, а общественная жизнь это отдельно. В канун пятой годовщины боев под Дебальцево на Донбассе новое обострение. С пяти утра продолжался перекрестный огонь. Есть жертвы. Как отреагировали украинские власти и что на это сказали в Кремле? Подробнее Олег Решетняк. 18 февраля, пять утра. Украинские военные оказались под минометной осадой боевиков. Один военный погиб. Это видео выложил в интернет очевидец обстрелов из оккупированной территории. В СМИ тут же появились слухи, что Украина утратила часть территорий. Президент в срочном порядке собирает СНБО. По его итогам проводят брифинг. Владимир Зеленский называет атаку боевиков провокацией. Но отказываться от заданного курса на мир банковая не собирается. У нас мощная армия. Провокации бывают. Армия, соответственно, сильно ответила. Ситуация постоянно контролируется нашей армией, начальником генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс. Потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. По словам начальника генштаба Руслана Хамчака, боевики использовали запрещенные минскими договоренностями орудия. В том числе и артиллерию 152-го калибра. Потери украинскими военными территорий силовик отрицает. Потери противника, по словам Хамчака, 4 человека. Сегодня пятая годовщина дебальцевских событий. Противник показывает своему миру, что это была их победа. Мы расцениваем так, что они хотели ночью эти посты захватить, чтобы показать, что они могут. Что вот мы продвинулись вперед на 300-500 метров. Но это война. Каждый метр для воюющих сторон дорог. Американский политолог Питер Залмаев уверен, сегодняшнее событие, в который раз показывает, что, несмотря на все усилия Зеленского, Путин на мир не согласится. Тем не менее, по имени он отказывается назвать того человека, который несет ответственность за этот стрельф. Понятно, что боевики не будут опускаться ни на какие прорывы, ни на какую эскалацию без добра на то непосредственно из Кремля, непосредственно от Владимира Путина. В самом же Кремле утверждают, причины эскалации конфликта не знают. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, а намерены ли российские власти взять на себя ответственность за случившийся, парировал, цитирую, «Это неправильная формулировка». Общий контекст геополитический и дипломатический в Европе таков, что нарратив меняется и меняется не в пользу Украины. С одной стороны, Путин соглашается на визуальные шаги по сближению, встречается с Зеленским в Париже. А Путин использует все эти дипломатические реверансы, чтобы усиливать давление против Украины. По данным Генштаба, состоянием на сейчас все бои прекратились. Позиции под контролем, кроме одного погибшего, еще трое раненых, двое получили контузии. Из Киева Олег Решетняк, Белсат. Провокация или попытка захватить новые высоты со стороны вооруженных сил пророссийских сепаратистов. Как изменится ситуация на линии разграничения после обстрела позиции украинской армии в Луганской области. Об этом перед эфиром мои коллеги пообщались с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым. Место боестолкновения, золотое находится, место разведения войск находится в нескольких километрах. Это немножко разные позиции. Что касается ползучего, я бы сказал, наступления, мы отводим войска в одностороннем порядке. Потому что по сегодняшний день, по данный момент, у нас нет официального подтверждения мониторинговой миссии ОБСЕ о зеркальном отведении войск и вооружения с той стороны. То есть фактически мы отошли в одностороннем порядке. Зато есть наши разведданные и наблюдения, что на наших позициях уже замечены люди с оружием и люди в форме МЧС. Что касается участка самого обстрела, то я думаю, что здесь он выбран не случайно. Почему? Потому что там давно не было обстрелов. Там довольно длительное время было, ну, можем сказать, практически перемирие. Отсутствие каких-либо военных действий, выстрелов и так далее. И это еще раз показывает нам, что с той стороны нет никаких гарантий, что нету безопасных участков на линии разграничения. На сегодняшний день по разведданным не только нашей разведки, но и стран наших партнеров, которые доступны в открытых источниках, на той стороне нету сил и средств для того, чтобы проводить наступательные операции. Даже тактического плана, даже батальонные какие-то наносить удары. Поэтому ситуация более-менее стабильная в плане баланса сил. Последний сепаратист, последний ополченец, который там был, это был Александр Захарченко, царство ему небесное. Все остальное там четко структурировано, имеет войсковые части, именуется первым, вторым армейским корпусами состава 8-й полевой армии Южного военного округа. Второй эшелон армии, 150-я дивизия, мотострелковая, стоит вдоль нашей границы на российской территории. Этим людям вручают паспорта граждан России в момент принятия присяги вооруженных сил России. Причем это происходит на территории Российской Федерации. Их вывозят туда специально для того, чтобы они приняли нам присягу. Поэтому там надо четко понимать, что мы имеем дело с регулярной частями регулярной армии Российской Федерации на сегодняшний день. Тем временем в Украине обсуждают варианты деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем пророссийских сепаратистов. В эфире одного из украинских телеканалов министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев рассчитывает на поэтапный переход контроля над Украино-российской границей в оккупированных районах Донбасса. По мнению депутата Верховной Рады Сергея Рахманина из партии «Голос», основным пунктом плана деоккупации Донбасса и аннексированного Россией Крыма является длительное прекращение огня по меньшей мере полгода. Без этого, по его словам, все обращения обречены на политическую смерть. Кроме того, для деоккупации, по мнению партии «Голос», необходимо создать демилитаризированную зону, реформировать ВСУ, обновить избирательное законодательство и восстановить экономику. Офис президента Украины запланировал на 19 февраля запуск национальной платформы «Примирение и единство». Подробности этой программы не уточняются, а ответственный за ее реализацию советник СНБО Сергей Сивох отметил, что задача – наводить мосты между людьми с обеих сторон. И, собственно, как наводить эти мосты на президентском уровне? Для Владимира Зеленского это первый экзамен по Донбассу, так как произошедший обстрел ясно показывает, что просто дипломатические лозунги не приносят эффекта. Правда, Зеленский уже заявил, что провокация не изменит курс прекращения войны. Но какие конкретные шаги должен сейчас предпринять глава Украины? Об этом мы поговорим с политологом из Киева Олегом Саакяном, который с нами на связи. Олег, добрый вечер. Приветствую вас. К каким делам от слов должен перейти сейчас Владимир Зеленский? На самом деле необходимо формирование видения, собственно, победы, собственно, мира украинского для того, чтобы можно было говорить о принятии государственной стратегии, фундаментальных засад внешней государственной политики и политики по реинтеграции, деоккупации. Собственно, необходимо это видение на трех уровнях, как минимум. Это деоккупация, реинтеграция и интеграция. Тогда место для примирительных диалогов можно в этой конструкции найти. Сегодня без наличия полноценного видения это создает достаточно серьезное напряжение в обществе. Поскольку все понимают, пока звучит артиллерия, пока есть убийства, конечно же, говорить о мире очень сложно. Этого просто никто не услышит за крохотом снарядов. Но вот тем не менее и в такой ситуации конкретно как вы считаете, как себя должен вести Зеленский? Прежде всего Зеленский является главной командующей. Поэтому здесь необходима, с его стороны, последовательность и формирование последовательной политики государства. Для того, чтобы в разных направлениях мы не слышали разную информацию от органов власти различных. С одной стороны, с другой стороны, он должен также выступать инициатором создания повесток. Причем, если мы говорим про внешнюю политику, то это необходимая проактивная повестка от Украины, где мы выступаем не только в роли жертвы, но и в роли инициатора решения тех острых вопросов, которые проявила российская агрессия. Ведь во многом это действительно война не на востоке Украины, это война в Европе. С другой стороны, это создание интеграционных сил в середине Украины, интеграционной политики, которая бы сплочала общество перед лицом угрозы, которая надвисла над украинской государственностью. К сожалению, мы очень часто видим, что украинские политики, и в частности господин Зеленский, своей невнятностью создают поводы, которые используются Российской Федерации на ура для дестабилизации. Особенно в преддверии 9 мая сейчас в Украине мы это уже начинаем ощущать. Как можно, например, расценивать как раз заявление Зеленского о том, что то, что сегодня произошло, это провокация с его точки зрения? Безусловно, это провокация, но если бы это было бы только отдельный случай, то можно было бы говорить об этом полноценно как провокация. А на самом деле достаточно системная деятельность, и сегодняшнее событие направлено как минимум на несколько причин. Во-первых, это символизм. Сегодня день, когда в Украине вспоминают жертвы погибших во время революции достоинства. И где с одной стороны, с другой стороны уже начались эти дни. С другой стороны, сегодня день, когда также вспоминают жертвы котла под Дебальцево. И именно сегодня устроить такие обстрелы, это символично. С другой стороны, создание точек напряжения в обществе, поскольку часть людей будет говорить, что Зеленский должен был реагировать более жестко, должен был выехать туда непосредственно, и в общем должен был себя вести радикально достаточно. Другая часть общества говорит, что наоборот, не надо дразнить любопалкой. Соответственно, Россия так или иначе сильное государство, и поэтому надо оставаться фарватере мирной риторики и непровоцирования. Олег, как вы считаете, что вот это сегодняшнее происшествие, которое, как я повторюсь, Зеленский назвал провокацией, можно ли это рассматривать как давление со стороны Кремля на принятие Европой плана 12 шагов, который был представлен в Мюнхене, но не был принят к рассмотрению? В том числе. С одной стороны, это давление по легитимации оккупационных администраций, поскольку в Украине нет никакого сепартизма, мы все прекрасно это понимаем, и люди являются заложниками того, чтобы просто захватили власть малая группа людей местных при поддержке Российской Федерации, установленных ей органов власти и милитарных структур. С одной стороны, их легитимировать. С другой стороны, действительно, и создать более благоприятный контекст для российской пропаганды на Западе для склонения к подобным планам, как этот, в частности, план из 12 пунктов, который предлагался. Мы прекрасно понимаем, что подобных планов еще будет появляться не один, и это не первый. И на полях той же Мюнхенской конференции мы два года назад могли наблюдать некий подобный план, только под другой фамилией, который презентовался. Олег, спасибо большое за комментарий. Будем следить за тем, как будут развиваться события вокруг сегодняшнего происшествия, которое Владимир Зеленский, президент Украины, назвал провокацией. С нами на связи из Киева был политолог Олег Саакян, а мы переходим к российским темам. Россия обязана выплатить по иску бывших акционеров ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Такое решение вынес арбитражный суд в ГААГе. Это крупнейшая компенсация в истории международного арбитража. Несколько лет назад этот же суд уже обязал Российскую Федерацию заплатить акционерам ЮКОСа. Но затем окружной суд ГААГе отменил это решение, так как Россия не ратифицировала энергетическую хартию, а значит ее нельзя осудить согласно ее правилам. Сегодня арбитраж в ГААГе пришел к выводу, что хартия не нарушает российских законов. Согласно нидерландскому праву, постановление апелляционного суда окончательное, утверждает в коллеге адвокатов Penn & Pepper. Российский Минюст намерен оспорить его в Верховном суде Нидерландов. Однако на самом деле туда можно подать жалобы только на спорные процедурные моменты. Материально-правовые аспекты этого дела больше судом обсуждаться не будут. Как это решение отразится на деятельности российских государственных компаний за рубежом, мы спросили у экономиста Михаила Крутихина. Треть фонда национального благосостояния, так называемого, ну что ж, надо платить. Если украли, то нужно возвращать украденное. А поскольку не будет возможности, я понимаю, что у нас и конституционные поправки назревают, которые будут говорить о том, что российские законы имеют приоритет над всеми решениями международных судов и прочим-прочим, то платить, скорее всего, не будут. А это будет означать охоту за активами, принадлежащими России за границей. То есть могут накладывать арест на имущество государственных компаний, даже частично государственных компаний, но на половину имущества где-то наложат арест. Могут накладывать арест на материальные активы, такие как, скажем, нефть, которые торгуются государственной компанией на газ. У нас «Газпром» все-таки тоже 50% имеет, и «Роснефть» 50%. Поэтому здесь возможности для ареста собственности есть очень даже большие. Партия «Вперед! Республика» нашла нового кандидата на пост мэра Парижа. Им станет нынешний министр здравоохранения Франции Агнес Бузин. Сегодня она покинула свой пост и объявила о начале избирательной кампании. Предыдущий кандидат от партии Бенджамин Гриво снял свою кандидатуру после того, как российский художник-акционист Петр Павленский обнародовал интимное видео с участием политика. Сам Павленский задержан не только за вторжение в личную жизнь, но и за драку с применением холодного оружия. Подробности у Марии Лекух. Агнес Бузин входит в избирательную кампанию в очень сложный момент. Один из самых популярных кандидатов на этот пост, ее однопартиец Бенджамин Гриво, был вынужден уйти после того, как российский художник Петр Павленский опубликовал интимное видео с его участием. Речь идет о съемке, сделанной в 2018 году. Это видео политик отправил нынешней подруге Павленского Александре де Тадео. Конечно, существует непредсказуемость политической жизни, неожиданные моменты, которые иногда недостойны предвыборной кампании. Но сегодня новое начало. Все начинается сейчас. Скандал, на фоне которого происходят выборы сейчас, называют во Франции настоящим политическим землетрясением. Петр Павленский, бежавший в Париж и получивший убежище в республике, уже успел отсидеть в тюрьме за то, что поджег дверь Банка Франции. Привет! Здорово! Привет! Сейчас против Павленского возбуждено два дела. Формально его арестовали не за видео, а за драку. Арт-активист напал с ножом на двух человек во время вечеринки 31 декабря. Но вторжение в личную жизнь считается во Франции также уголовным преступлением. Так что велика вероятность, что активисты будут судить по обоим делам. Франция реагирует довольно единодушно. Все политики, даже Национальный фронт, Марин Люпен и есть такая непокоренная Франция, ультралевая партия, Жан-Люк Миланшон, они все осудили эти действия. Потому что во Франции при всем разнообразии политических взглядов считается, что личная жизнь это отдельно, а общественная жизнь это отдельно. И общественные деятели, они должны взывать к чему-то происходящему в этой общественной жизни, а не в личной. Также уже появилась версия, что Павленскому несомненно помогли организовать публикацию видео. Так считает спикер французского парламента Сидбет Нидай, которая усомнила, что у художника достаточно технических знаний для создания сайта и знаний французского языка для того, чтобы написать сопроводительный текст. Телеканалы Russia Today, сотрудников которого, ушедший в отставку Гриво, лишил аккредитации, уже сообщили, что не имеют отношения к творчеству Павленского. В окружении Гриво не исключает, что данная акция направлена не только против политика, но и против президента страны Эммануэля Макрона. Гриво – один из ближайших его соратников. Именно он организовал президентскую предвыборную кампанию и был одним из основателей движения «Вперед», которое впоследствии стало партией «Вперед республика». Мария Лекух, Белсад. Нашим коллегам из русской службы BBC удалось поговорить с российской активисткой, которой грозит тюрьма за связь с организацией Михаила Ходорковского и которую год держали под домашним арестом без возможности выйти из дома. Все подробности у Оксаны Важдаевой. Добрый вечер, Оксана. Добрый вечер. Да, речь идет об Анастасии Шевченко, которая живет в Ростове-на-Дону. Она участвовала в мероприятиях «Открытой России», в дебатах с представителями «Единой России» и ходила на протестные акции. Теперь ей грозит 6 лет колонии. Последний год она провела под строгим домашним арестом, без права покидать квартиру и общаться с кем-либо, кроме следователей и родственников. И вот сейчас Анастасии разрешили дневные прогулки. И благодаря этому корреспондент BBC Сара Рейнсфорд встретилась и поговорила с активисткой. Выгулять собаку для Анастасии большое событие, как и для были. После года под домашним арестом оппозиционные активистки разрешили дневные прогулки. Значит, снова можно забирать сына из школы. Миша скучал по этому. Его мама скучала еще по многим вещам. Это не только про солнце или свежий воздух, это даже про ощущение того, как ветер касается кожи. Новый режим означает и то, что мы можем с ней поговорить впервые после ареста. Это как ночной кошмар, знаете. Но если ты политический активист в России, ты должен быть готов ко всему и к тюрьме. Мать-одиночку обвинили в связях с организацией «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, которая в России признана нежелательной и запрещена. Теперь Анастасия обязана носить этот электронный браслет. Так они меня контролируют. Доказательство следствия против Шевченко – участие в политических дебатах и протестных акциях с плакатами против Путина. Напугать, показать, что так нельзя, что мы не допустим, что вот если вы будете участвовать, то вот примерно как она будете сидеть, страдать, не знаю. Семья пытается жить обычной жизнью. Только у Миши начались ночные кошмары. А Влада счастлива, что теперь маме разрешено выходить на пару часов. Я очень давно с ней не шопилась, вот просто походить, а потом пошопилась, встала и пошла поела вот так. Семью девять. Таблица умножения и простые домашние дела. Шестьдесят два. Однако все в семье на нервах после того, как обнаружили, что следователи установили скрытую камеру в кондиционере на прошлой квартире. Видела, что там фотографии, и было понятно, что стояла видеокамера. Фотографии чего? Ну, я там была. То есть было понятно, что прямо над кроватью. Вот. Я там в пижаме. Она стояла полгода. И все это время наблюдали. Когда я узнала, конечно, была первая реакция – это возмущение. Потому что, что я дома буду планировать государственный переворот у себя в комнате, на кровати. За время ареста случилась трагедия. Умерла старшая дочь Анастасии – 17-летняя Алина. Она жила в интернате для детей с особенностями развития. И когда заболела бронхитом, мать не пускали ухаживать, пока не стало слишком поздно. Анастасия хочет развеять прах дочери над морем, но под арестом это невозможно. Активистка пытается использовать свою пусть короткую, но все же свободу прогулок по максимуму. Суд уже скоро. Анастасии грозит до шести лет тюрьмы. И я напомню, что больше истории есть на нашем сайте bbc-russian.com и на нашем канале в YouTube BBC Russian. Игорь. Спасибо, Оксана. Оксана Важдаева. Был с нами на связи из Лондона. Русская служба BBC. Продолжаем программу. В столице украинской Бессарабии, в городе Болграде, что на границе с Молдовой, местные жители честного чевствовали виноградную лозу. После аннексии Крыма эти края стали центром украинского виноделия. Традиции разных народностей, населяющие эти места, переплелись в единый обряд. Чтобы прогнать злых духов и обеспечить урожайный год, в преддверии весны по городу устраивается костюмированное шествие. Принять виртуальное участие в нем вы сможете уже через несколько секунд, посмотрев наш сюжет без комментариев. А я на этом с вами прощаюсь. В студии работал Игорь Винявский. Оставайтесь с Белсатом. По традиции старых наших дедов, прадедов, сегодняшний виноградная лоза, сегодня просыпаются почки виноградной лозы. Это традиция. Традиция всех виноградарей, кто живет на нашей бессарабской стороне, где занимается виноградом. Мы приехали из Болгарии, из города Ямбул. Это звонят, потому что злее духа есть, надо пугать злее духа и прогонить злее духа. Что было на земле, царство доброта. Прогоняет. Участвуем в этих праздниках, помогаем в свете воссоздать наши старые традиции, которые начали потихонечку уходить в небытие, незаслуженно. Поэтому нам это интересно. Издалека приезжают, потому что у многих судьба разбросала по разным странам, по разным континентам. А когда такие праздники, люди приезжают, начали встречи и отдыхают, и видят друга, который по 20 лет друг друга не видели. Очень много у нас разных национальностей, именно этим отличается наш край. Мы этим гордимся, потому что мы очень дружно живем между собой. Мы принимаем, воспринимаем культуру друг друга. Этим мы гордимся. И дай Бог, чтобы это сохранилось, чтобы никто нам в этом не помешал.